Друзья, всем здравствуйте! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Перед вами модель под названием Discovery V5 Это версия V5+, как я и обещал Буду развивать, продолжать тему защищенных смартфонов Это самый дешевый вариант, который я держал в руках из Китая Модель стоит в Украине приблизительно 95 долларов Ну, в гривне это приблизительно 1200-1280 гривен Вот такая вот цена у него Давайте рассмотрим комплектацию Поставляется он вот в такой вот коробке Здесь сзади представлены все его спецификации Значит, в комплекте есть вот такая вот отверточка Которая предназначена для откручивания болтов Discovery V5+. Здесь у нас располагалась крышка и два болтика Зарядка Вот эта вот штука забыл, как называется, карабин вроде бы И гарнитура Также есть USB кабель обязательно Что хочу сказать по поводу внешнего вида данного смартфона Эта модель очень похожа на Doggy или Duggy DG150 Приблизительно то же самое выполнение И те, кто смотрел мой обзор на Duggy DG150 Видели, что я говорил про вот эту вот заднюю крышку Хочу сказать, что в этом варианте она выполнена лучше Болтики закручиваются здесь, но здесь крышка это не люфтит И в отличие от Doggy DG150 на крышке написано, что это IP67 Что это водяная защита и защита от ударов Противоударный он якобы Так, внешне они очень похожи 3,5 дюймовый дисплей Здесь сенсорная панель 4 сенсорных кнопки Домой, меню, назад и кнопка поиска Эти кнопки подсвечиваются Сверху у нас есть фронтальная камера Разговорный динамик Вот эта вот штука, не знаю, что это такое В смартфоне нет датчика приближения, датчика освещения Есть вот здесь вот микрофон С этой грани смартфон имеет логотип Discovery Сверху кнопка включения, выключения и разъем под наушники Разъем под наушники стандартный, нормальный, не удлиненный Снизу разъем для зарядки USB кабель Все это вот так вот закрыто И тоже, в принципе, зарядка у меня подходила любая То есть, в отличие от, например, Hammer H5 С этой грани у нас качелька громкости Нажимается легко и удобно Сзади смартфон имеет вот такую вот Рычажок, за который можно зацепить, допустим, шнурок какой-то Есть основная камера, есть динамик Задняя крышка, на которой написано Eland Rover и Discovery И, в общем, я готов показать вам, как он выглядит внутри Крышка у нас открывается довольно-таки долго, поэтому я специально остановил Крышка вот такого вот формата Опять же, здесь нет никаких резиновых вставок Закрывается она вот таким вот образом То есть, должной защиты от воды здесь, опять же, нет От кратковременного попадания этот смартфон защитит вас Работает смартфон с картой памяти Две больших стандартных сим-карты И модель, это называется Discovery V5 Plus Обращаю ваше внимание на то, что работает она с WCDMA стандартом То есть, 3G поддерживается Аккумулятор небольшой 1800 мА Однако, хочу вам уже наперед сказать, что держит этот смартфон заряд Отлично, нареканий у меня никаких нет В общем, пока включается смартфон, что хочу сказать по сборке Сборка аналогичная от DOOGEE DG150 Полноценной защиты от воды здесь нет Кратковременное попадание воды он выдержит И, скорее всего, будет работать без проблем, как и до этого То есть, под дождем вы сможете с ним работать, пользоваться Противоударность обеспечивается за счет вот этих вот прорезиненных вставок Да, я верю в то, что он будет противоударный Ну, а тестировать это все я боюсь, потому что, ну, можно положить смартфон Не хочу его окунать полноценно в воду, потому что вода набирается и по многочисленным обзорам это видно Давайте быстренько пройдемся по техническим составляющим Тут не так много интересного, что бы можно было бы вам рассказывать Значит, экран 3,5 дюймов 480 на 320 разрешение Его защищенное стекло Стекло выполнено, естественно, не по технологии ОГС Есть огромная воздушная прослойка Углы обзора экрана Вот вы можете видеть на своих экранах Давайте еще вот так вот вам продемонстрирую Так будет лучше видно То есть, углы слабенькие Вот так вот нужно на смартфон смотреть Например, у Dogi DG150 Дисплей был значительно лучше По техническим характеристикам Существует, насколько я понимаю, две версии этого смартфона У нас именно Discovery V5 Plus Здесь двухъядерный MTK6572 Здесь 256 МБ оперативки 256 МБ встроенной памяти Набирает в Antutu Эта модель приблизительно 10 тысяч баллов Это стандартный показатель MTK6572 Вот все его технические характеристики То, что я вам проговаривал Здесь это все можно посмотреть Карту памяти я установил Она устанавливается отлично На нее скачиваются игры В приложения большие и тому подобное Камеры здесь даже нет смысла смотреть Здесь камеры для галочки Мультитач здесь двухточечный И получается, если держать его вот так То по горизонтали нормально А по вертикали он у нас сдваивается В одну точку соприкосновения Из датчиков здесь особо ничего интересного нет Здесь нет даже датчика приближения освещения Здесь нет, к моему огромному удивлению И разочарованию, здесь нет GPS-а Прошивка сама довольно-таки неплохая То есть рабочие столы с этим процессором Хорошо листаются Все в принципе переведено в настройках на русский язык Единственное, что на рабочем столе Почему-то галерея и настройки пишут у нас на английском Хотя в самих настройках внутри галерея Вот на русском И настройки те же тоже на русском Версию прошивки сейчас вам покажу Может быть кому-то будет интересно Это рабочая, хорошая, нормальная версия прошивки Звучание нормальное Звучание разговорного динамика и микрофона мне понравилось Для такого уровня смартфона все достойно Звук внешнего динамика довольно-таки громкий Громче, чем у обычного смартфона Видео воспроизводят, естественно, не все Вот я запускаю HD формат 720p Это видео запускает нормально И никаких особо проблем нет И звук Если говорить о видео более высокого качества То есть 1080p То смартфон подлагивает Ну, собственно, это уже физические возможности данного процессора В виде производительного теста Или теста производительности смартфона Хочу вам просто показать игру Most Wanted Которая идет вполне неплохо На 256 мегабайтах оперативной памяти Не вижу смысла запускать там Epic Citadel Говорить про баллы Antutu Вот я вам покажу одну игру Что такая 3D игра Довольно-таки крутая, популярная, известная Запускается на этом смартфоне И в нее можно играть с легкостью Ничего не выкидывает Вполне В общем, в плане производительности Сможете поиграть в современные игрушки Некоторые И на минимальной графике, естественно Тестировал я аккумулятор Аккумулятор здесь на 1800 мАч И этого вполне достаточно для нормальной работы Этого устройства Покажу лишь Тест, который я сделал Набрал у меня Discovery V5 8109 баллов Это шикарный результат Это значит, что такого смартфона Вам будет с легкостью хватать На 3-4 рабочих дня без проблем С GPS-ом здесь С GPS-ом здесь Вообще Как бы прикол Тут его просто-напросто нет Здесь показывать нечего Камера здесь Также для галочки Есть фронталка Вот вы ее видели сейчас И есть основная камера На 5 мегапикселей Но она без автофокуса Вспышка есть Но вспышка очень слабенькая Вот в принципе и все Discovery V5 Это самый дешевый смартфон Защищенный из Китая Который я держал в руках Конечно, после таких Крутых аппаратов Как Land Rover A8 А9 Эта модель Не оставляет Такие Впечатления Класс защиты здесь IP67 Но крышка не имеет Прорезиненных вставок То есть Я вам советую Быть с этим осторожным И особо Не надеяться на то Что после полного Погружения в воду Дольше там Чем на 10 секунд Он у вас выживет Вода наберется Наберется в корпус Наберется под стекло И нужно будет его сушить Ну и чистить Естественно все контакты После попадания воды А так Дешевый Доступный Прикольный Стильный Молодежный смартфон Небольшого размера С нормальным аккумулятором Да и в принципе И поиграть Можно в игры На этом все Спасибо за внимание Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok